Сейчас в детской деревне в двух коттеджах живут две приемные семьи. В них воспитывается 16 детей, 10 из которых приемные. Дети ходят в школу, родители строят планы на будущее. Чтобы у нас был немножечко дом огорожен и какое-то было свое хозяйство. То есть огородик маленький, грядочки. Вообще в будущем мы хотели еще, когда уже совсем обживемся, чтобы у нас было какое-нибудь подсобное хозяйство, какие-нибудь курочки или козочки, что-то такое. Чтобы в деревню переехали семьи с детьми, понадобился не один месяц борьбы. Точку в противостоянии поставил председатель Президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Михаил Александрович Федотов, он очень вдумчиво, очень дотошно подошел к нашему вопросу. Он нашел правную точку, где были ошибки в взаимодействии правительства и православного прихода. И Байкальской общественной организации, которую представляю я. И он сказал, вот с этого момента нужно устранить все ошибки, все это зафиксировать документально и ввести дома, уже построенные объекты, в эксплуатацию, а потом передать в безвозмездное пользование православному приходу. И вот первое официальное подтверждение, что региональная Минсоцзащита отпускает деревню. Процесс передачи земли и объектов Забайкальской региональной общественной организации Забайкальское общество помощи детям наконец-то пошел.